Добрый день всем моим подписчикам! Отдохнули, погуляли, теперь пришло время немного поработать. Вот взяла весь свой инструмент, который мне сегодня вот тут вот нужен. Какая проблема? Эта стенка вообще была недоделанная до конца. Мастера попались плохие, и мы их остановили. Мне эта работа их не понравилась. Вот сейчас мне придется ее доделать. Но проблема самая главная для меня сегодня. Вот убрать вот это то, что падает. Не знаю по какой причине. Быстрее всего это падает, потому что под низ не было под этой штукой. Вот как она называется, шубой. Не было грунтовки. Грунтовку надо мазать везде. Еще глубокого проникновения, которое вот впитывается туда в этот бетон на 5 миллиметров. Она там схватывается, как пленка делается. И очень хорошо материал ложится и схватывается к этой грунтовке. И еще не дает так сырости проникать в ваши стены. Это жар сырости. Вот прошло сколько уже? 15 лет. Так вот это вот сделали. Сейчас появилась эта проблема. И я еще до моря, еще до Германии думала, вот приеду осенью, вот это вот буду сама делать. Сейчас мне нужно прогрунтовать, прочистить, прогрунтовать хорошо. А потом поклеить сетку, как положено. И только тогда шпаклевать. И в конце, я не знаю, я такую шубу не умею делать. Я попробую этой наружной фасадной шпаклевкой сделать тоже фактуру какую-то, как вот такой вот грунт. Делается, если сырая шпаклевка, если пройтись валиком вот таким по ней, вот таким вот шерстяной валик с длинными такими, с длинным горсом, тогда он подавляет вот такие вот, вытягивает пупырышки. И думаю, вот полэтажа сделать так. Я уже сделаю, проведу линию и сделаю все, чтобы было одинаково. Сверху на вот это вот, на вот это, поклею сетку, где она хорошо держится. Сниму только там, где вот она сама выпадала. Поклею сетку и зашпаклю, и дальше буду делать вот такую фактуру. Надо что-то делать, надо ремонтировать. Так что времени совсем нету снимать. Занято своими делами домашними, и в обед надо бежать, помыться, переодеться, бежать за Сашей. Хотя мы вчера его оставили на полдня, на полдороги. Мы его оставили, чтобы он сам вышел со школы, перешел дорогу и по центру немножко прошелся сам. Я его там ждала, он не знал. Я со стороны наблюдала, как он набирается. Нормально, все нормально. Конечно, я не буду его оставлять, чтобы он сам шел. Я все время сказала, как только начинаешь одеваться в раздевалке, вот заканчиваешь проглёнку, дай бабушке бить. И у нас тут очень недалеко, что я успеваю просто выйти ему навстречу, перехватить его там где-то возле школы. А то в понедельник, в понедельник, да, я просидела два часа его и ждала. Это ненормально. Я ушла в три, а пришла в пять с ним домой. Вот так. Он долго делает продлёнку, он медлительный. Или он больше говорит по-русски, чем по-молдавски. Ему тяжелее, чем детям, которые всю жизнь, все годы в садике ходили. В румынский садик ему, наверное, тяжелее. И он поэтому медленнее делает. Но, слава богу, учится хорошо. Слава богу. Девчата, нету, нету совсем времени. Все, что падает, надо все снимать. И делать так, как надо. Вот видите, белое. Это и есть сырость. А эта сырость потом у меня в комнате. Лучше, конечно, сюда поклеить пенопласт. Я это делать не умею. И у меня очень толстые стены. У меня 60 сантиметров бетона. Ну, каменный дом толщиной 60 сантиметров. Я не знаю, если мои брюки когда-то будут продавать этот дом, для кого-то это будет очень хороший подарок. Я делала на ссорность. Я делала на ссорность. Боря.